Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Все из детства верно, есть мнение, что если девочку недолюбил папа, отношения с мужчиной будут складываться не лучшим образом. По мнению топинга, если мучить меня о жене, значит у женщины есть убеждение, что она недостаточно хороша, которая появилась в детстве. Всегда ли проблема во взаимоотношении с папой, может ли быть четвертым, а мы появились ложные убеждения, обязательно в роли свидетеля души будет выступать мужчина, который разделяет точку зрения топинга и сможет помочь разобраться. Довольно такой интересный вопрос, в смысле того, что здесь мы, пожалуй, касаемся того, что человек интересуется психологией, вот, и на мой взгляд, сложность здесь заключается в том, что психологи, на мой взгляд, не оказывают такой вот просветительской деятельности, по крайней мере, в рамках, вот, в рамках работы с клиентами. Если у вас образовать образовательную деятельность, если вы преследуете цель получить образование, вот, то, на мой взгляд, вам нужно задавать свой вопрос в разделу медицины, ой, в разделу учебы, вот. В раздел учебы вам нужно задавать свой вопрос, таки, ну, в таком, скажем так, случае, вот, потому что это было бы, наверное, ну, наиболее, скажем так, целесообразно. Вот. Мы, как психологи, не видим для себя возможности оказывать, именно, вот, скажем так, помощь в обучении. Если же ваша проблема является сутью того, что вы описали, вот, если ваша проблема является суть того, что вы описали, то, на мой взгляд, работать нужно с ней, без привязки к какой-либо теории, без привязки к каким-либо догмам и жестким структурам, потому что так вы рискуете себя довольно сильно ограничить, вот, и то, что вы описываете очень сильно, похоже, к сожалению, на рационализацию. Мне бы этого не хотелось, потому что рационализация не несет для человека ничего хорошего. Дальше. Отвечаю на ваш вопрос, касаемо того, все ли из детства. Нет, не все, не все из детства. Есть вещи, которые не являются, так скажем, ну, по своей природе тем, что пришлось к человеку из детства. Есть вещи, которые человек получает в взрослой уже жизни. Поэтому, то, что вы привязываете, вот, вы говорите, все из детства, это является, на мой взгляд, искусственным упрощением данной, ну, любой, на самом деле, любой ситуация, на мой взгляд, что является совершенно необоснованным и, я бы так сказал, негуманным, по отношению, вот, к, допустим, ну, по отношению к вам, например, по отношению к вашей, ну, личности, скажем так, и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея, объяснять все происходящее, вот, с позиции, так скажем, детства. Вот. На мой взгляд, это решение не является, сколько-нибудь, корректным. Дальше. Идем. Так, есть мнение, значит, что девушку, если девушку недолюбил бал, по отношению к мужчинам будет складываться не лучшим образом. Да. Это очень часто действительно, действительно так. Так, но не всегда у девушки проблематика с мужчинами. Издаться далеко не всегда. Бывает, что папа это любил, бывает, что отношения с папой хорошие, а девушка все равно испытывает трудности с мужчинами. Вот. Дальше. Если муж изменяет жене, по мнению допинга, значит, у женщины есть убеждение, что она недостаточно хороша, которая появилась в детстве. Нет. Измена это следствие определенных проблем. Ну, в отношениях. И связывать это только лишь с тем, что девушка недостаточно хороша, на мой взгляд, является, опять же, искусственным упрощением ситуации, потому что измена свидетельствует о, скорее, наличии кризиса. В отношениях между мужчиной и женщиной. Измена это кризис. И далеко не всегда этот кризис связан с тем, что женщина думает, что она недостаточно хороша. Кризис может иметь очень много, ну, как бы, оснований. Кризис может иметь очень много значений. Кризис может иметь очень много оттенков. Вот. И да, иногда, иногда это действительно связано с тем, что девушка думает о себе не лучшим образом, иногда это действительно так, но иногда это и совсем другие истории. Иногда это совсем другие аспекты. Иногда это совсем не связано с тем, что женщина, например, о себе думает не очень хорошо, ведь могут же быть вообще-то еще проблемы. У мужчины вообще-то могут быть проблемы, вообще-то могут быть трудности еще и у партнера, как быть тогда, как быть в таком случае. А это более чем реально, это более чем вероятно. Вот. Ну и нужно, конечно же, еще и понимать, что есть разные отношения, так скажем, к феномену. Феномену. Измены. Да? То есть есть разное отношение, есть разное восприятие. Измену. Это тоже нужно учитывать. Если мы не будем этого учитывать, то мы рискуем, в общем и целом, опять же, опять же, искусственно ситуацию упростить. Вот. А я не думаю, что это то, что нам нужно. Ну, с вами, да? Вот. Я думаю, что мы хотим, если мы на самом деле хотим разобраться с ситуацией, вот, то нужно не сводить все к одной какой-то теории, а нужно как раз таки смотреть на ситуацию под разными углами зрения, вот, нужно смотреть на ситуацию по возможности под всеми углами, вот. И тогда мы можем получить реальную картину мира. По крайней мере, наиболее приближенную картину мира. Всегда ли проблема связана во взаимоотношении с папой? Нет. Может быть, от мамы появилось ложное убеждение? Да. Обязательно ли в роли целителя души будет выступать мужчина? Нет. Но желательно, потому что, как вы говорите, целитель души, мужчина, как раз таки, учит женщину взаимодействовать с мужчиной и не бояться его, фигуры мужской. Вот. А дальше, значит, кто сможет домой разобраться? А разобраться в чем? Вот. И что такое, собственно, целитель души? То есть, ну, целитель души — это кто такой? Вот. То есть, как-то вот это довольно, на мой взгляд, мистическое такое вот, ну, если угодно, представление, что ли. Вот. Понимаете? Поэтому тут все-таки мне кажется, лучше бы в более светскую форму этого перейти. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.